Здравствуйте, дорогие друзья! А также рад всех приветствовать тех, кто сегодня будет вместе с нами в трансляции. Дорогие друзья, начинается Страстная неделя, и сегодня хотелось бы затронуть тему, которая в России называется Вербное Воскресение. Библия же описывает это событие как путь Иисуса Христа в Иерусалим. И мне хотелось вместе с вами сегодня остановиться на трех основных моментах этого последнего путешествия Иисуса Христа. Вместе с вами хочу рассмотреть путь в Иерусалим, плач по Иерусалиму и вход в Иерусалим. Итак, друзья мои, давайте мы с вами остановимся на пути в Иерусалим. Почему это важно сделать? Потому что путешествуя в Иерусалим, в это последнее путешествие, Иисус совершает два чуда. Первое чудо. Первое чудо совершается им на подходе в город Ерихон. И мы читаем об этом чуде в Евангелии от Луки, 18 глава, с 31 по 43 стих. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написано через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычники, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но обратите внимание, что пишет Евангелист Лука в 34 стихе. «Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них совершенно сокровенны, и они не разумели сказанного». То есть, другими словами, друзья мои, Иисус Христос пытается в последний раз, в последнем путешествии внушить, объяснить ученикам и тем людям, которые окружают Его о том, что Он является именно тем Мессией, который должен прийти для спасения погибающего мира. Он говорит, об этом сказано пророками, но они ничего не понимают. И Иисус выбирает следующий, я не знаю, мне кажется, последний, делает последнюю попытку показать им, чтобы они обратили на Него внимание, что Он действительно тот, кто должен прийти. 35 стих. «Когда же подходил Он к Кирихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо Него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда Он закричал, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли Его молчать. Но Он еще громче кричал, Сын Давидов, помилуй меня! Иисус, остановившись, велел привести Его к себе. И когда тот подошел к Нему, спросил Его, чего Ты хочешь от Меня? Он сказал, Господи, чтобы Мне прозреть! Иисус сказал Ему, прозри! Вера Твоя спасла Тебя! И Он в тот час прозрел и пошел с Ним. И смотрите, какие слова написаны! «Славя Бога! И весь народ, видя это, воздавал хвалу Богу!» Если вы помните, в одном из отрывков евангельских, когда Иисус исцелял слепого, то люди, будучи свидетелями этого происходящего события, они говорят, «Отвергание было видно, чтобы слепорожденного мог кто-то исцелить, кто-то мог вернуть ему зрение». То есть Иисус пытается этим чудом снова вернуть их к осознанию того, что Он именно тот, кто должен прийти для их спасения. Следующее чудо происходит, описанное Евангелистом Луко в 19 главе с 1 по 10 текст. Вы помните эту историю про маленького Захея, который был очень маленьким ростом, и, забежав вперед по направлению пути, по которому следовал Иисус, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало там проходить. И вот что происходит, 5 стих, «Когда пришел на это место Иисус, взглянув, увидел его и сказал ему, «Захей, сади скорее, ибо сегодня надо мне у тебя быть в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Захей же встал и сказал Господу, «Господи, половину имения Моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Итак, мы видим второе чудо. Второе чудо уже не связано, наверное, с физическим исцелением, оно больше связано с духовным исцелением, о чем Христос и подчеркивает. Он говорит, «Сын человеческий пришел для того, чтобы спасти этот погибающий мир». Вот второе чудо, которое Иисус являет им по пути в Иерусалим. И вот они входят в Вифанию. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 3 стих и 7 стих. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт народового чистого, драгоценного мира, помазывал ноги Иисусу и оттерла волосами ноги его. И дом наполнился благоуханием». И вы помните ту историю с Иудой Искариот, который начал сожалеть? Но здесь Иисус сказал, останавливая их, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Итак, Иисус дает им три доказательства. Вот по пути они еще идут в этот город Иерусалим, и он дает им три свидетельства, три доказательства того, что он именно тот, кто должен прийти, о ком написано в пророках. Никто не видит, никто не слышит, никто не понимает. Вот, и когда они приближаются к Иерусалиму, происходит еще одно событие. Вблизи Вифагии. И вот здесь круто все меняется. Здесь именно все круто меняется. Меняется в образе поведения Иисуса Христа. Меняется в его шествии. Исайя, 53 глава, с 1 по 3 текст описывает об Иисусе следующее. «Нет в нем ни вида, ни величия». И мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас. И вы знаете из Евангелия, что Иисус Христос всем говорил, и апостолам, когда посылал по двое, он говорил, никому не сказывайте. То есть, исцеляя людей, он говорил им, идите покажите священнику, но не говорите обо мне. То есть, не делайте достоянием это народа. Но здесь, о, друзья мои, круто все меняется. 35 стих в Евангелии от Луки, 19 главе. Речь идет о том, что Иисус послал в это селение, в Вифагия. Оттуда взяли молодого осла и привели к Иисусу. Накинув на него одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса, и шествие совершенно меняется. Иисус входит в Иерусалим триумфально, торжественно, величественно. И это событие трудно описать словами. Он грядет в Иерусалим не как учитель, который приходил и которого никто не видел, которого нужно было найти, которого хотели искать и взять. Как написано у евангелиста Иоанна, первосвященники думали, что он тоже придет в Иерусалим, и мы хотели тайно его взять, но тайно его не нужно было искать, потому что он вошел как царь, как мессия. Понтий Пилат, будучи прокуратором Иерусалима, иудеи, не испугался это шествие, потому что Иисус въезжал на осле. Люди в руках своих имели не мечи, а пальмовые ветви, и постелали эти ветви перед Иисусом Христом, и кричали «Асана сыну Давидову!» «Асана сыну Давидову!» Весь город пришел в движение, как написано в Евангелии. И мы с вами увидим попозже немножечко, почему же все изменилось, почему Иисус избирает совершенно другую тактику своего служения. Но до этого события, до того, как он вошел в Иерусалим, мы видим еще одно событие, которое нас должно с вами привлечь, привлечь наше внимание. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. «Когда же приблизили к городу, то, смотря на него, заплакал». Греческое слово можно перевести не просто как «заплакал», а как «зарыдал о нем». «И сказал, о, если бы ты, хотя сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих, и они оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения своего». То есть Иисус зарыдал. Что же Он видит, Иисус? Что Он видит, подходя к Иерусалиму? Что открыто Его взору, друзья мои? Что открыто? Вот если мы с вами поймем, что Иисус как Царь, как Мессия, как Пророк видит предстоящие события. То есть Он видит, понимаете? Он видит, что Он, во-первых, видит. Во-первых, Он видит, что люди кричат Ему «Ассана! Ассана! Ассана сына Давидова!» Постилают вот эти пальмовые ветви. Потом Он видит этих же людей, ну, может быть, не совсем этих, но тех из толпы Он видит, которые уже меняют свою риторику, и они вместо того, чтобы кричать «Ассана!» кричат «Распни! Распни его!» Он видит этих людей, которые собрались вокруг Голгофского креста и кричат «Кровь его на нас и на наших детях!» Он видит город Святой Иерусалим и храм в развалинах. Он видит Пасху 70-го года и весь тот ужас, который обрушивается на Иерусалим. И вы знаете, что по сей день не восстановлен храм Иерусалима, и вы знаете, что только одна стена осталась от этого храма, и она называется «Стена плачет». Две тысячи лет прошло, и ничего не восстановлено. И ничего не восстановлено. Вот они, слезы Иисуса Христа. Вот они, слезы. Он плачет также о духовных вождях иудейского народа, которые, зная пророчества все о Мессии, не увидели Его, не узнали Его. Здесь мне хотелось бы такую маленькую ремарочку сделать. Вы знаете, многие люди пытаются увидеть день пришествия Иисуса Христа. Они внимательно исследуют Библию. Они изучают текст за текстом, пророчество за пророчество. И когда они усматривают какое-то событие в этом мире, они говорят, вот Христос идет, вот Христос идет. Друзья мои, точно так же, как иудеи, фарисеи, книжники исследовали Писание и не увидели дня посещения своего, точно так же будет и во второе пришествие Иисуса Христа. Потому что Слово Божье говорит, исследуйте, изучайте. Изучайте Писание, вы думаете, через них иметь жизнь вечную, но Слово Божье свидетельствует о мне. Друзья мои, мы чуть-чуть позже с вами посмотрим, что же имеет Иисус в виду, когда говорит эти слова. В Евангелии написано одно, Иисус вернется как вор. Что значит как вор? Вор – это значит, что никто не будет готов к дню его пришествия. Потому что написано, если бы знал, в какой час придет вор, то приготовился бы. Поэтому, друзья мои, я сейчас попытаюсь вам объяснить, почему Иисусу важно не через знамения какие-то страшные привести людей к покаянию и к принятию его как своего царя. А по доброй воле. Не в момент, когда ты находишься в стесненных обстоятельствах, тебя прижали к стенке и говорят, прими Иисуса Христа как личного спасителя, а иначе мы тебя расстреляем. И он говорит, конечно, принимай Иисуса как личного спасителя. Друзья мои, Царство Божье, в Царствах Божьем нет покорения, нет давления, нет насилия над волей человека. В Царстве Божьем царит закон доброй воли. Отдача сердца Христу совершается исключительно добровольно. Следование за Христом происходит только добровольно. И наше служение Христу является делом исключительной доброй воли. Если бы вы посмотрели на Евангелие после воскресения Иисуса Христа, когда Он является на Галилейском море ученикам Своим и предлагает им вкусить вместе с Ним трапезу, Он пожарил там рыбу на костре, вы вспомните, какой Христос задает вопрос Петру. Он трижды задает ему один и тот же вопрос. Иисуса Христа волнует только одно. Любишь ли ты меня, спрашивает Иисус Христос Петра. И Петр ему отвечает трижды. Трижды он задает вопрос, и Петр трижды отвечает. И в третий раз он отвечает, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И вот, друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы больше заботились не о дне пришествия Иисуса Христа, потому что они тоже изучали все внимательно, исследовали, но тем не менее, они не имели ничего общего со Христом. И мне хотелось бы, чтобы мы больше заботились о том, чтобы мы любили Иисуса Христа, чтобы с Ним строили отношения правильные. Вот что больше нас должно с вами волновать, дорогие друзья. Я не говорю, что не надо изучать, исследовать пророчества, нужно это делать, но больше нужно строить с Богом отношения, со Христом. Итак, друзья мои, почему же идет триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим? Пророк Захария в 9 главе, 9 тексте, говорит следующее слово. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, сей царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Почему Христос допускает такой царственный вход в Иерусалим? Через Иона, через Иерусалима, когда они видят вот это событие. Понимаете, только что я вам говорю, что изучая пророчества, исследуя все, казалось бы, ну вот, смотрите, вот оно событие, вот оно. Он въезжает в Иерусалим и кричат, все кричат, «Ой, царь, царь, царь Сиона, спаситель пришел». Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 19 глава, 37 стих. «Прославляющим Бога за все чудеса, какие видели они». То есть Мессия, они восклицают, они прославляют Его. До этих событий, примерно за 300 лет, до торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим, к Иерусалиму подошел полководец Александр Македонский. Ну, историки пишут, что он был настроен очень агрессивно, он хотел разрушить Иерусалим, но изучая пророчества, книжники и первосвященник на тот период времени конкретно узнали день посещения Иерусалима и разрушения его царем Александром Македонским. И историки пишут о том, что и первосвященник, и ученые мужи того времени, они вышли для того, чтобы встретить Александра Македонского. Они даже не то, что в Иерусалиме его встречали, они вышли за ворота Иерусалима, чтобы встретить этого царя, царя Александра Македонского. Здесь же картина, друзья мои, совершенно иная. Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 по 40 текст. Мне хочется, чтобы вы увидели то, что, может, мы упускаем из нашего внимания за многие годы хождения в церковь. У нас создается иллюзия, впечатление, что все люди кричали «Осана сыну Давидову!» Давайте посмотрим, так ли это. Когда он приблизился к спуску с горы Силионской, все множество учеников, я подчеркиваю это слово, учеников, начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних!» Но, смотрите, что тут написано дальше. 39 стих. Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют!» Не все были радостны в тот день, когда въехал торжественно в Иерусалим, въезжал в Иерусалим Иисус Христос, сидя на молодом осле, как царь. Итак, друзья мои, это совершенно особое событие в земной жизни. Над всей жизнью Христа можно было бы поставить надпись слова «Не вас прикословит», «Не возопьет», «Никто не услышит» «На улицах голоса его, как говорят пророки». Он жил тихой галилейской жизнью. Вместо шумной, пышной, религиозных отношений в Иудее, совершая свои великие дела, он запрещал людям говорить о них. Хорошо говорится об этом желание Иисуса в Евангелии от Матфея 12 главе. «Последовало за ним множество народа, и он исцелял их всех, и запретил им объявлять о нем». То есть он говорил ничего не говорить. Евангелие от Матфея, 21 глава, 10 стих. Вот здесь я хочу, чтобы вы обратили особое внимание, почему же Христос выбрал в это по нашему православному обычаю так называемого вербное воскресенье. Потому что верба расцветает раньше всех, и она как бы источник жизни. Это те деревья, которые свидетельствуют о том, что жизнь появляется в них быстрее всего. Там же в Иерусалиме они постелали пальмовые ветви, потому что пальма использовалась от ствола и до веток. Это считалось одной из самых полезных растений. Но не об этом суть. Почему это произошло? Евангелие от Матфея, 21,10. «Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение». Говорили «Кто сей». То есть я хочу вернуть вас к осознанию того, что не знали все Иисуса Христа, не знали, что он царь, не все кричали Асана, сыну Давидову. И вот он входит так торжественно в этот город Иерусалим. Мы с вами видим, что по дороге в Иерусалим ученики его ничего не понимали, что он именно тот, кто должен принести им спасение. Единственный последний шанс и возможность Иисуса Христа засвидетельствовать этому миру, что пришел Мессия, это въехать торжественно в этот город и привести этот город весь в движение. А вы знаете, что люди страдают очень таким качеством любопытства. И всем стало любопытно, кто сей. Весь город приходит в движение и все видят и слышат об этом событии. Ну и мы с вами знаем, что происходит дальше. Мы знаем о том, что Иисуса Христа первое, что происходит, он входит в храм, переворачивает там все в храме, выгоняет этих миновщиков и так далее. То есть эти все события мы с вами знаем. Дальше, дальше, основное, к чему же хотел Иисус Христос привести их, это не к тому торжественному входу. Торжественный вход, как царя, это единственное было сделано для того, чтобы они обратили внимание, чтобы они всем городом пришли посмотреть на Него. И куда они приходят? они приходят к основной центральной точке, куда приводит их Иисус. Это Голгофский крест. Они все приходят на Голгофу. И мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили, что же там происходило на этой Голгофе, чтобы вы вспомнили, что происходило на суде у Понти Пилата, когда они пытались осудить его, когда сам Понти Пилат об Иисусе Христе сказал, дайте мне табличку и напишите на табличке, за что распят он, сей есть царь иудейский. И на что первосвященники ему сказали, не пиши царь иудейский, он называет себя царем иудейским. Хотя Понти Пилат и послушал их, но сказал, что он написал, то он написал. И эту табличку пригвоздили Голгофскому кресту. Иисус Христос был распят и над его головой была надпись сей есть царь иудейский. И вот эти люди, которые продавали его и которым Понти Пилат говорил, это кровь праведника, я умываю руки, я невиновен крови сей. И они ему кричали, иудеи кричали, кровь его на нас и на наших детях. И вот когда все вместе последовали на Голгофу, когда все вместе весь этот город, который пришел в движение, оказался вокруг этого Голгофского креста, и когда уже сотник проткнул ребро грудь Иисуса копьем, и из груди вышла кровь и вода, когда они услышали этот голос Иисуса, который говорил, Господи, прости им, ибо не ведут, что творят, прости им, и отдаю свой дух тебе, совершилось, говорит Иисус Христос. И мы знаем, что произошло землетрясение, гробы открылись, и потом мы знаем, что многие святые появлялись людям, многим. И вот здесь, на Голгофском кресте, произошло интересное событие. Люди разделились на две части. Одна часть говорила, кровь его на нас и на наших детях, а вторая часть людей, уходя с Голгофы, била себя грудь и говорила, воистину, это Сын Божий, воистину мы убили праведника. И это были первые признаки духовного пробуждения, за которыми последовала Великая Пятидесятница. И мы с вами знаем из деяния апостолов. Петр вышел и сказал, покайтесь и крестили более трех тысяч человек, пришедших на этот праздник. Друзья мои, вот началась жатва, которая совершилась после того, как Иисус Христос отдал свою жизнь на Голгофе. Друзья мои, вот этот торжественный триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, своего рода образ или прообраз, я сегодня хотел бы, чтобы мы вместе с вами в эту вербное воскресенье или или в восшествии Иисуса Христа в Иерусалим открыли для Него свое сердце. Открыли для Него свой разум. Впустили Его туда, впустили Его в свой разум, в свое сердце, впустили Иисуса в свою жизнь, как царя, как Мессию, как Спасителя, ассанна, спасение вышних. Пусть эта история, которая произошла много веков тому назад, сегодня не пройдет мимо нас, не будет для нас обычной. Пусть она коснется каждого сердца, кто сегодня был здесь, кто сегодня был вместе с нами, смотря нас и слушая. Пусть Господь вас обильно благословит и да поможет нам с вами Бог. Всего доброго. Спасибо.